всем добрый день начинаем наш очередной вебинар акценты недели вторник 26 октября изображение звук удовлетворительные на удовлетворительный любая информация которую я тут буду излагать не является индивидуальной институционной рекомендации финансовый инструмент либо операции упомянутые могут не соответствовать вашему институционному профилю институционным ожиданиям главное событие последнего времени на которое мы обращали внимание прошлый раз которое произошло в пятницу это решение нашего центрального банка по ставке в принципе ЦБ удивил всех ожиданий не было такого большого повышения 0,25 0,5 варьировались предполагали мы что если на 0,5 будет это существенно поможет рублю но ЦБ превзошел всех на 0,75 7,5 действующая ставка центрального банка ну понятно что для рубля это позитив это мы увидели в моменте реакцию и в принципе сейчас она продолжается и первый уровень о котором так долго все говорили 70 рублей за доллар вот он достигнут и даже сейчас 69,40 примерно так вот борьба с инфляцией это так сказать основное лук со стрелами символизирует что так сказать вот эта цель у ЦБ но я боюсь что повышением ставок только в отдельно взятой стране мировую инфляцию все-таки побороть не удастся она в первую очередь у нас инфляция так сказать из-за большого количественного смягчения по всему миру из-за печатания денег монетарными властями в первую очередь США и в Европе поэтому думаю что даже хоть 10 ставку у нас сделать вряд ли это как бы остановит сейчас инфляцию а скоординированные действия мировых центральных банков они в принципе наверное невозможно все смотрят на то что как будет решать Америка что будет в США по решению Федрезерва и так сказать следует фарватере ну наш ЦБ в авангарде не фарватере как бы то ни было решение такое принято как оно повлияет на рынке что из этого можно извлечь и как на этом можно попытаться заработать ну традиционно повышение ставки негативно для акций так как альтернативные доходности в первую очередь депозиты становятся более интересными для облигаций реакция негативная она по большому счету коротковременная потому что облигации это аналог по большому счету депозитов и и также приобретут со временем интерес когда дым рассеется и будет какое-то понимание дальнейших действиях и дальнейших уровнях до каких может ставка дойти сейчас мы видим на УФЗ большое давление больше всего проседает средний средняя дюрация но даже не средняя ближе к короткой то есть 2-3 летний УФЗ сейчас торгуют с подоходности выше 8 процентов короткие облигации погашением до года где-то 7,5-7,7 и длинный конец 10-15-20 лет где-то в районе 8. У многих аналитиков вот такая ситуация складывающаяся когда длинные облигации по доходности меньше чем чем короткие вызывает опасения дефляционного развития экономики то есть замедление и замедление роста ВВП и ухода его в отрицательную зону ну ситуация пока такая она длится достаточно недолго будем смотреть за развитием пока же представляется в общем-то участие в коротких УФЗ с длиной там до 2-3 лет на текущих уровнях вполне безопасным событием в той мере если учет ваших так сказать доходов происходит в альтернативной валюте то есть в долларе поэтому так сказать укрепление рубля обычно падение облигаций сопровождается ослаблением рубля сейчас мы видим несколько так необычную картину то есть падение облигаций и укрепление рубля укрепление рубля на таком фоне без даже наличия корритрейда с его наличием которым мы давно говорим что когда-то он появится может быть санкции пресекут большие потоки корритрейда на вторичный госдолг но тем не менее приток валюты в страну он и сейчас положительная сальдо баланса если добавить скорритрейд то рубль у рубля еще шансы общем к укреплению есть вот что же касательно кэша то припарковка в короткие облигации сейчас но может повысить до 8 наверно следующем заседании цб это будет последний в этом году начале декабря должно оно быть так что уровень доходности 8 с целью например купить доллар по 65 66 67 68 на горизонте нескольких месяцев выглядит неплохо это как альтернатива фондовому рынку там поэтому как я сказал вначале повышение ставки это в общем негатив для акций и короткий негатив для облигаций то есть облигации скорее всего я думаю восстановится уже к следующему заседанию то есть 8 доходность текущем рубле не такой ну не выглядит плохой скажем так ну комментарий цб был традиционный что инфляция у них так сказать во главе пусть за рост экономики у нас отвечают соответствующие другие ведомства на центральный банк будет таргетировать инфляцию прогнозы все по инфляции повышены по срокам нейтральной кредитно-денежной политики тоже отдалены далее в общем ситуация в развитии теперь от облигации попробуем по акциям понять что у нас кто от этого может выиграть и кто от этого может проиграть ну в первую очередь наверное это минус большой для компаний существенно закредитованных у которых есть необходимость перекредитоваться в ближайшее время таким компаниям закрепенность в рубле самое первое что приходит в голову это наверное ритейл наш и и x5 и магнит и детский мир имеют большую задолженность обслуживание долга по-любому у них будет выше формально ритейл считается защитным защитным защитными инструментами при росте инфляции потому что у него типа в ценах это все отражается но это в том случае если нет больших долгов я думаю что вот ситуация с долгами она будет негативно влиять и текущие уровни по тому же магниту 6500 он вновь стоит вот вариантов дальнейшего роста пока не очень просматривается про раз уж перешли конкретным имитентом к сектору это тот сектор который мне кажется пострадает от роста ставок сегодня кстати был отчет x5 ритейл групп выручка на 11,7 процента выросла прибыль еще больше на 14 процентов по моему год году обещаны дивиденды 50 миллиардов рублей это прибыль за квартал где-то 13,6 было 50 собираются заплатить по году подтвердили дивиденды это в районе 184 или 185 рублей на акцию что по текущим ценам 9 дает дивидендную доходность чуть выше 7 процентов вот кстати дивидендные доходности ставки они тоже безусловно связаны при низких ставках дивидендные много было у нас эмитентов которые давали дивидендную доходность выше ставки центрального банка выше депозита выше облигации примерно там на два годовых это было чуть ли там не не пол рынка так платила сейчас я думаю вот переоценка таких компаний может быть достаточно существенно такие 9 от ритейла пока отойду ритейлу я думаю что те уровни которые сейчас есть потенциал роста сильно ограничен вот теперь те компании которые у нас были такими защитными дивидендами историями и которые могут от роста ставки если они дивиденды не повысят а повысить я думаю им будет особо не с чего могут тоже пострадать в этой ситуации но это электроэнергетика в первую очередь такая защитная в виде фск например или юнипро которые платили достаточно большие дивиденды и котировки которых годами не менялись и они такие квази облигации были вот теперь они они могут как бы утратить утратить некоторую свою привлекательность в этом смысле ну и еще один наверное эмитент сюда же это мтс мтс тоже была как квази облигация она такой остается новой мтс и мне кажется ситуация чуть получше в этом смысле потому что они дивиденды повышают все время и относительная доходность в сумме двух выплат у них все-таки там районе 10 годовых поэтому наверное по мтс можно посмотреть понятно что долг у них тоже подорожает вот но во всяком случае есть какие-то плюсы там по оборудованию покупаемому за валюту например укрепление рубля может для мтс и быть плюсиком вот здесь мне кажется просадки можно пробовать бумага чувствует себя сейчас слабее после дев отсечки так и и не закрыла такой маленький гэпик сейчас потихонечку тоже сползает вот здесь я думаю такой уровень там в районе 300 он не так плохо даже с учетом роста ставок может быть и текущий уровень уже неплохо ну вот это наверное основные страдальцы тот кто кредитуется за рубли имеют выручку с российской рынка от российского потребителя мне видится видится так могу конечно ошибаться ну и что здесь может быть защитным инструментом таскать в росте ставок и инфляции ну видимо все-таки сырьевые компании по-другому вряд ли в какой-то степени возможно были бы и банки которые выигрывают от от роста ставок но у наших нас торгуется банков госбанки в основном да если не брать мелкие но у госбанков большая доля как раз у фазе все последние размещения выкупались госбанками сейчас у них явно будет отрицательная переоценка по этим покупкам которая повлияет на финны финансовые результаты а так в целом наверное как как защитные инструменты банки все-таки подходят да то есть вот разовая переоценка отчеты выйдут посмотрим вот кстати по по сбербанку у нас будет финансовая отчетность 28 октября по бтб 27 то есть завтра и послезавтра за девять месяцев по инфсфо банки читаются в принципе там отрицательная переоценка уже какая-то должна быть потому что динамика у фазе она уже длится достаточно долго не не вчера возникла то есть по итогам там сентября тоже должны быть какие-то цифры посмотрим и еще один эмитент хотелось бы упомянуть который с одной стороны вроде бы и теряет как как снижение относительно дивидендной доходности но с другой стороны приобретает какие-то дополнительные плюсы это московская биржа в прошлый раз мы о ней говорили что диапазон там 170 190 она где-то торгуется вот мосбиржа за неделю вновь подешевела и куда-то 170 сходила сейчас на 173 175 вот мосбиржа достаточно большую большую часть своей прибыли получает от размещения свободных денег так что рост ставки в этом смысле повысит ее доходы как как инструмент так сказать защитные дивидендные вряд ли можно рассматривать но как эмитент который нарастит прибыль в таких условиях вот вот это да понятно что дивиденды не выльются но такая она компания небольшого роста скажем так становится московская биржа на текущих уровнях становится интересной вот это что касается решение цб поставки его влияние на ближайшую перспективу что касается российского рынка индекс ммвб за эту неделю в принципе даже немного снизился примерно там на процент пол процента был он сейчас проверим сейчас 4 250 где-то был 4 280 неделю назад ну да небольшое снижение в основном оно произошло как и предполагалось в общем тут можно даже похвастать несколько за счет снижения таких индексообразующих бумаг как сбербанк и газпром лукойл у нас за это время и не падал и даже несколько подрос одним из лидеров роста последней недели лукойл является прибавил 1,6 процента за неделю ну и также за неделю выросли нлмк по объявлению дивидендов магнит роснефть нефтяники в текущей ситуации вот небольшого укрепления рубля и дорогих цен на нефть тоже вполне вполне себе вполне неплохо себя будет чувствовать финансово вот и можно их также рассматривать то есть и роснефть и лукойл и вся другая более мелкая нефтянка скорее всего тоже можно считать некоторые защиты от инфляции хуже рынка сургут на укрепление рубля за последнюю неделю обыкновенные привилегированные упали где-то на 3 процента акции мосбиржа как я сказал на 4 процента снизилась теньков потерял пять процентов ну сургут здесь тема конца года и старый курса на конец года из которого по большому счету рассчитывается большая часть дивидендов по префу так что я думаю здесь картина пока такая что стоит просто понаблюдать вот про металлурговый лмк вырос кстати вот я про отчет x5 ритейл говорил вчера отчитывался ммк последний из металлургов последний объявлял дивиденды за квартал за третий квартал ожидаемо хуже всех по большому счету хуже большой тройки этой металлургической отчитался выручка 3 миллиарда прибыли 0 8 миллиарда падение квартал кварталу прибыли на 21 процент дивиденды объявленные 2 рубля 66 копеек квартальные в принципе достаточно большие в годовом выражении 3,8 примерно дивидендные доходы за квартал за год это в районе значит 15 получается но но хуже чем и северсталь и нлмк вот возможные просадки они на отчете такому ммк были есть да то есть сейчас нлмк растет лучше северсталь похуже ммк можно сказать вообще не растет но тем не менее 15 доходность тоже неплохо тем больше прогнозы по четвертому кварталу ммк были благоприятны так что я думаю снижение в ммк можно тоже за этим последить и использовать для покупки в инвестпортфель вот так что вывод наверное по цб и инфляции инфляция это так сказать объективная реальность данные нам в ощущениях она большей частью не российская сейчас и мировая вот побороть ее наверное не получится одному нашему цб вот лучше защиты от инфляции чем так сказать привязаны к сырью акции и не существует наш рынок большей частью сырьевой поэтому акции вот реакция акций на повышение ставки формально должна быть негативной но на рост инфляции и отсутствие других каких-то адекватных инструментов если не брать драгметалл который в принципе можно считать то компании сырьевого сектора платящие дивиденды и так сказать выиграющие от роста сырья это защита от инфляции невзирая на рост ставок вот это что касается ставки российского рынка ну про отчетность я уже сказал что x5 сегодня читались втб завтра сбербанк послезавтра также завтра у нас новотек представит финансовые результаты за третий квартал яндекс русал операционные результаты x5 проведет день инвестора 28 числа кроме сбербанка это будет mail вот о нем мы тоже говорили если финансовые результаты будут более менее то потенциал возможно появится роста в этой бумаге юни про инель россия и магнит не аудированный операционный финансовый результат за третий квартал 28 числа 29 московская биржа за третий квартал и тгк-1 это событие этой недели за которыми можно последить но сбербанк втб обязательно наверное искать для понимания что происходит магнит так же мы его сегодня упоминали mail в общем такая компания которая у многих есть но и московская биржа тоже неоднократно я сегодня упоминал в конце недели будет финансовая отчетность так что здесь есть есть зачем понаблюдать и пореагировать на рыночные события ну и не могу в конце не обратить внимание так сказать на мировую конъюнтуру в пятницу павел выступал глава фрс и более акцентированно уже говорил об инфляции об рисках инфляции и подтвердил намерение сворачивание количественного смягчения к середине следующего года фрс у нас на следующей неделе заседает 3 числа с вероятностью 90 процентов будет объявлено начале сворачивание количественного смягчения сейчас выставляет 120 миллиардов в месяц шагом 15 либо 20 я так думаю на 8 месяцев 15 к середине года если ноябрь учитывать может быть и более ускоренными темпами в районе 20 миллиардов в месяц будут уменьшены покупки активов но тем не менее хочу обратить внимание что первая реакция конечно рынка будет негативной сворачивание в итоге зачастую вот уже неоднократно такое было зачастую первая реакция там первый месяц может быть несколько недель она негативная на рынок а дальше рынок уже свыкается с мыслью что вливание денег будет меньше с каждым разом меньше меньше и в принципе акции в основном даже растут после такой просадки вот так что ждем небольшого снижения по америке вернее я жду на решении фрс пока сезон отчетности там продолжается он очень благоприятный то есть ожидания были значительно хуже может они были занижены и конечно опять большинство компаний в своих отчетах превышает ожидания что позволяет американским индексом обновить максимумы за прошедшую неделю и сейчас они находятся вблизи максимальных отметок вот но борьба с инфляцией в америке это наверное не столько сворачивание куе сколько повышение ставок и повышение ставок должно быть более менее существенным речь об этом идет но пока трудно себе представить что американские монетарные власти пойдут на существенное повышение потому что это с одной основная тема это удорожание обслуживания долга долго не успели за это время еще существенно нарастить и рост ставок там куда-нибудь ну чтобы победить инфляцию думаю это недостаточно будет пол процента это нужно два три процента делать ставки на это мне кажется никто не пойдет потому что стоимость обслуживания долга в этом случае будет большую часть бюджета американского забирать вот поэтому здесь ожидания наверное достаточно умеренные так что инфляцию победить в ближайшие перспективы не представляется возможным ну а лучшей защиты от инфляции кроме реальных активов кому они доступны реальных я имею ввиду там например земля недвижимость как говорится покупайте землю и и больше не будет а вот вот реальных доступных на широкому кругу кроме акций по большому счету то и нет вот поэтому все просадки акций в момент инфляционной спирали мне кажется будут выкупаться вот взгляд примерно такой но если еще раз возвращаясь на россию то лучшими сейчас эмитентами россии мне представлять сырьевые компании из металлургического и других секторов и из драгметаллов которые мы в прошлый раз говорили и и в принципе и нефтедобывающие компании сейчас вот даже в перспективе небольшого крепления рубля выглядят достаточно привлекательно кстати они также продолжают обновлять максимумы роснефть уже капитализация 100 миллиардов и лукойл сегодня на максимах это два основных зачем я смотрю но и в принципе остальная нефтянка также может так что акции лучшие лучшие защиты от инфляции для простого человека которому недоступны огромные спектры инструментов ввиду ограниченности так сказать средств это все-таки акции сырьевых компаний пока вывод наверное такой достаточно долго что-то у меня получился спич я думаю что в следующий вторник перед решением фрс мы еще более подробно так сказать остановимся вот как раз на мировой повестке что будет от решений америки от решений фрс и влияние на рынок попробуем теперь пора бежаться по вашим вопросам с субъективным мнением гмк русал яндекс алроса спасибо ну алроса ведь как дивидендная история она наверное похоже будет выглядеть чем было до того момента при повышении ставок так что дивидендный гэпп алроси вот теперь уже есть какое-то сомнение и о достаточно быстром закрытии гмк ждем объявления дивов за 9 месяцев в ноябре наверное это будет в принципе цены думаю что 23 тысячи достаточно привлекательный русал уже неоднократно говорил в текущей конфигурации или ситуации невзирая на весь позитив на алюминиевом рынке выглядит дороговато яндекс яндекс завтра отчитается думаю что яндекс все то же самое ставится медленный рост наравне с рынком а может быть иногда и опережая рынок то есть яндекс за последний год от рынка существенно отстал перед этим правда он его опережал вот мне кажется по яндексу наступает время когда он будет либо наравне либо чуть лучше рынка потому как бизнес яндекса продолжает расти но еще раз уже завтра мы можем это увидеть в цифрах об акциях региональных энергетиков будут ли еще выстрелы ракеты но наверняка будут но это больше похоже уже на игру от региональной энергетики которые меняются на 20 процентов в день больше пока в плюс и меньше в минус вот поводов для роста любых но всех энергетических компаний тем более региональных такого роста устойчивого чтобы через год мы увидели цены выше чем сейчас я особо не вижу то есть электроэнергетика мне кажется это тоже такой вот как бы догоняющая индексация за инфляцией должно быть хуже рынка но как оно на самом деле в мелких компаниях возможно все вот больших я уже упомянул 2 2 больших электроэнергетика фска и юнипро мне кажется что там потенциала нет в мелких разгоны понятно что будут если мы посмотрим так сказать на американский рынок где такие ситуации там десятипроцентного рост каждый день происходит то ничего удивительного в разгоне наших котировок энергетических компаний нет но участвовать ли в этом каждый решает сам газпром ближайшее время газпром ближайшее время агусева агусева что такое агусева это подпись или это фамилия газпром ну мне кажется что у газпрома сейчас вот ситуация она как как бы может пойти в разные стороны сейчас взаимодействие газпрома с европой скажем так в широком смысле она напоминает такую в общем торг позиции силы да то есть к чему это может привести в ближайшей перспективе трудно сказать вот понятно что газпром стратегически интересен газ как источник энергии будет востребован еще достаточно долго но краткосрочно я думаю что котировки газпрома могут еще и на этом уровне быть а может даже просесть куда-нибудь район там триста сорока рублей вполне могут вот думаю что газпром находится в фазе консолидации дальнейший рост но будет наверное ближе к концу года что думаете про втб будет рост на завтрашней отчетности ну по прогнозам завтрашняя отчетность квартальная она должна выйти хуже чем за второй квартал думаю что втб выглядит недооцененна по сравнению например с тем же самым сбербанк вот и попытки роста у него присутствуют сопровождающиеся откатами думаю что втб если не на отчетности то в целом сохраняется потенциал роста ну скажем так лучше рынка так что втб думаю что на текущих уровнях вполне можно рассматривать уже не не столько дивиденды какие-то обещанные которые там периодически обещаются исполняется не исполняется сколько вот рост финансовых показателей мне кажется может быть драйвером фарм синтез из че ваше мнение ну это компании третьего эшелона я опасаюсь по ним какое-то мнение давать ситуация может развиваться с движением на десятки процентов каждый день причем в разные стороны и избегаю мнение почему мтс снижается может упасть но мтс я уже в принципе сказал почему снижается на что мтс была квази облигации у нас последнее время сейчас есть ростом ставок интерес вот таким квази облигациям он меньше но тем не менее мтс а в общем-то как привлекательность инвестиционная сохраняется 300 рублей я вот прям так такие цифры произносил что упасть в принципе до 300 рублей может но мтс не не сильно пострадает от текущей ситуации вот поэтому и дивиденд наверное мтс не там в сумме двух платежей больше десяти годовых пока еще так достаточно защитный так что мтс вот просадки по мтс мне кажется что искать можно подбирать алроса про алросу я уже сказал вот ситуация для алросы хоть она и сырьевая компания но вот в текущем моменте она для алросы негативная мне кажется как она дальше пойдет с фин показателем потому что алроса практически весь денежный поток платит и тем не менее это погоду там может быть вот первый дивиденд был большой за второй полугодия может быть меньше так что алроса надо посмотреть думаю что просадки тоже можно выкупать но гэп пока вот ожидание были по-быстрому закрытию гэпа связь такой ситуации на рынке ставок думаю что алросы пока вот какая-то стагнация озон до нового года вот озон опять же озон озон у нас заемщик все-таки озон не зарабатывает денег тратит кредиты на развитие понятно что там рост выручки огромный как будет общая озон я думаю как будет общее восприятие рынка вот если на рынке будет такая стагнация и коррекция там по фрс это тоже вполне допустимо да то есть как бы реакция на ужесточение монетарной политики рынка она обычно снижение вот озон может быть в этом случае хуже конечно и и вернуться и не удивлюсь если в цене айпио вернется вот если же такой на рынке будет позитив и все метем так сказать деньги девать куда-то надо да но деньги дешевые то уже не бог не будут дешевый то тогда у озона есть шанс в общем компания может быть интересной но это мы увидим только через несколько лет будет ли озон прибыльной компании много зависит вот от рыночных настроений по озону я для себя пока не рассматриваю рубль доллар ну видим 70 есть дальше в принципе вот если смотреть совсем долгосрочно там на несколько лет вперед доллар наверное надо покупать ну наверное с уверенностью там девяносто девять процентов вот но но где его реально покупать может быть сейчас есть смысл даже в коротких у фузы сидеть там получать свои семь с половиной процентов и на каждый рубль движение вниз покупать какую-то часть валютные позиции я думаю что шанс вот вот сейчас как она сложилась на небольших таких промежутках времени может быть до конца года шанс укрепиться у рубля еще есть вот но все что ниже семи десяти на длинном интервале уже интересно так что я для себя несколько раз зарекался не не говорить что я для себя и не буду наверное но уровни 65 достижимы уровень 70 тоже неплохой лукойл тот нефть обычка стоит держать до нового года или фиксировать прибыль ну фиксировать прибыль с какой целью зафиксировали вы лукойл этот нефть что дальше с деньгами я я думаю что это те компании которые еще стоит поддержать то есть от нефть еще и не доросла даже до 600 рублей рановато мне кажется под от нефти менеджмент обещал объявить дивиденды за девять месяцев может быть дополнительные так сказать драйвер лукойл пока растет ну шанс тоже туда куда-нибудь к восьми тысячам у него еще есть так что я думаю что фиксировать прибыль по нефтянке рановато модерна модерна ну западные компании в общем большая специфика модерна мне кажется и в текущей ситуации хоть она и подешевела стоит достаточно дорого золотом добытчики золото взгляд ну золотодобытчики мне кажется лучше чем золото и и наши и не наши вот если как-то защищаться то золотодобытчики вот у них разворот от минимумов произошел это можно прямо и по полюсу видите по полиметаллу и по юмонту и по барику если посмотреть западные то есть они от минимума вот росли там процентов наверное на 5 и шансы дальше расти есть так что взгляд положительный но более на золотодобытчиков чем на золото потому что золото может в моменте вот на ужесточение на на сворачивание куе может быть негатив по золоту золото добычка он отразится мне кажется меньше и тех на золото с горизонтом год лучше покупать за рубли или доллары fx gd за рубли мне кажется лучше покупать потому что с горизонтом маленьким рубль с моей точки зрения еще укрепиться с горизонтом большим он наверняка слабее поэтому если купить за рубли вот даже конкретику если рубль-доллар там 65 67 то и тефт лучше купить за рубли если в тот момент вы будете покупать и тефт на золото по пик ну по по пик пик последний вот после продажи акции ниже рынка чувствует себя хуже как будет развиваться ситуация с недвижимостью с ипотекой очень сложно сказать пик достаточно дорогой даже по текущим ценам трудно мне что-то предположить по пику думаю что снижение по нему еще какой-то может продолжить там куда-нибудь к тысяче рублей сколько процентов кэша держать на случай коррекции ну здесь подход в принципе он такой описан уже во всех книжках да что зависимости от возраста инвестора не берем сейчас риск профиль до зависимости от возраста процент инструментов с фиксированной доходности кэш туда же отнесем с фиксированной доходности то есть 0 доля инструментов облигации грубо говоря она должна соответствовать возрасту если вам 30 вас 30 процентов облигации 70 акций если вам вам там 50 вас 50 на 50 если вам 70 то значит 70 облигаций и 30 акций вот а если рассматривать голый кэш то я думаю что в кэше всегда сидеть не не очень комфортно лучше в коротких бандах которые ну хотя бы там 5-6 кстати кэш не обязательно банды есть такой хороший инструмент репост ck либо там валютный своп многие брокера дают доступ к такому инструменту за небольшую комиссию вот однодневное размещение денег примерно по текущей ставке вот репост ck очень даже для этого случая подходит это как бы кэш с доходностью примерно там за вычетом комиссии процентов 6 наверняка получится думаю процентов 20 кэша вот вот такого кэша имеет смысл держать всем инвесторам независимо от возраста сургут-прев покупать рано я думаю покупать сургут-прев декабре а может быть даже уже и в следующем году если только будут какие-то интересные проливы по сургуту там какой-нибудь уровень например 35-37 тогда его покупать а так у него мне кажется пока до декабря как бы шансов сильно вырасти нет скорее всего он будет под под дешеветь день за днем потихонечку то есть если будут большие продажи то выкупать а если нет то мне кажется есть смысл еще подождать до конца года башнефт могут дивы объявить поприф могут объявить дивы поприфом по обычке там они в принципе одинаковые 25 процентов прибыли поди в политике объявить могут но в общем бумага даже вряд ли она сильно на на дивиденды мне кажется отреагирует инвестиционная привлекательность башнефти стремится к нулю новогодние ралли когда ну думаю что будет где-нибудь середины ноября уже так сказать рисков упасть у рынка будет очень мало вот пройдет фрс третьего возможно там волатильность пару недель а может быть даже меньше со снижением а дальше так сказать рост как как защита от инфляции сбербанк ноябре и до конца года ну сбербанк вот он он неплохо вырос за последний рывок совершил да на 10 процентов сегодня герман греф докладывал владимир владимирович о том что прибыли будет триллион но скорее всего так и будет сбербанк может вновь стать интересным если повысит долю прибыли на дивиденды пока что дивиденд на доходность весь ростом стала у сбербанка также не интересно невзирая на 50 процентов большую прибыль на если будут какие-то слова о повышении а в прошлом году он платил больше чем 50 компенсируя так сказать недополучение прибыли вот то тогда у сбербанка будет новый драйвер а сейчас мне кажется оценен достаточно справедливо надо еще посмотреть по отчету но этот отчет еще не будет показаний как много у фазе у сбербанка на балансе сейчас по мэйлу прогноз можно будет дать после отчета мэйла 28 октября если убытки будут близки к нулю или будут небольшими то у мэйла также есть еще какие-то шансы если убытки будут такие же как по предыдущим периодам думаю что в общем не лучшая инвестиция хотя у многих есть про себя не упоминаю но тоже владелец аэрофлот аэрофлот что-то застрял в районе там 70 рублей плюс-минус про аэрофлот я уже неоднократно говорил что сейчас у него ситуация как вот вот пандемия мне кажется несколько вот эти локдауны и конь или каникулы локдауны каникулы они несколько негативно влияют на аэрофлот у него был весь все шансы спекулятивно подрасти куда-нибудь там от 70 до 80 сейчас они уменьшились и мне кажется что вот опять он впал так сказать в эту спячку 60-70 диапазон и и вряд ли интересен так ну пожалуй все тогда резюме что рост ставок негативен для рынка но просадки рынка при развитии инфляции дальнейшем это хорошая возможность купить защитные инструменты вот всем спасибо удачи личных инвестиций